Дорогие друзья, всем привет! Рад всех вас видеть на канале Smartphone China. И сегодня у нас видео по прошивке Xiaomi Redmi 4A. Как вы уже поняли, прошивать его мы будем при помощи компьютера. С Redmi 4A они все так просто. Для того, чтобы нам прошить его, нам нужно войти в режим EDL, или download по-другому еще называется. А насколько я понял, самый действенный способ войти в этот режим это замкнуть тест-поинты на материнской плате. То есть не самый простой способ. Замыкание контактов USB кабеля не дало у меня никакого результата. Ну и через три точки почему-то у меня тоже прошиваться не получилось. Ну и вообще надо было показать способ альтернативный для прошивки через компьютер. Итак, компьютер с установленными драйверами нам понадобится. Как ставить сейчас драйвера я показывать не буду. Это я показывал когда-то еще в видео по прошивке Xiaomi Redmi 3. Можете посмотреть там, но естественно все файлы драйверов и нужных программ и прошивок будут в описании. Итак, нам нужно разобрать телефон для начала. Не пугайтесь, разбирается этот аппарат очень и очень просто. Для этого нам потребуется любая вот такая вот пластиковая карточка от симки, которая немножечко вот заточена. Краешек, чтобы проще было поддевать. Благо аппарат пластиковый. Да, сначала нужно вынуть свой молоток. Молоточек не забываем вынимать. Давайте я сфокусируюсь пока здесь, чтобы фокус не прыгал. И открываем. Начинаем снизу, так подсовываем. Корпус аппарат пластиковый. Там только защелки без лишнего усердия, но в общем-то открывается он достаточно. Неплохо. Придерживаем чуть-чуть здесь. Так. И в другую сторону чуть-чуть поддеваем. Вот он у нас уже в общем-то пошел. Пластик хороший, эластичный. Он не сломается. Ну, конечно, в разумных пределах все. Так, там защелочки. Поддеваем. Сверху тоже здесь чуть-чуть на уголках. Раз, два. Все. Рыжечку сняли. Теперь нужно отвинтить винты. Так. Я, как всегда, аккуратненько очень снимаю наклеечку Xiaomi. Ай, все, лесом ушла наклейка. Короче, ну ее надо было этим. Иголочкой. Иголочку я не взял сюда. Ладно. Мне она не важна. Если вам интересно, можете посмотреть в разборе Редми 3С. Там есть момент, как я ее аккуратно снимал. Я не буду в данном случае мелочиться, поскольку аппарат... Я тут не собираюсь никуда девать. На завтра в Китай тоже. Да, естественно, аппарат должен быть выключен. В общем, для того, чтобы нам войти в этот режим, нам нужно его разобрать, отключить батарею и замкнуть определенные тест-поинт площадки. А потом подключить к компьютеру. После этого он у нас войдет в режим Download. Или GDL, как еще его называют. Не очень удобно делать это на столе для записи. Почему-то я решил это сделать здесь. Ну ладно. Потому что компьютер тут очевидно. Так. Винтики, винтики, винтики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот еще один. В общем-то ничего сложного нету. Космического тоже. Все так пугаются способов этих с замыканием различных контактов. Нет, ничего страшного в этом нет. Я думаю, все получится сейчас у нас. Так, где тут крышечка, раз, крышечка, два. Вот заодно и как разобрать аппарат, да, в видео. Оно будет, конечно, отдельное. Я никак не могу собраться. У меня некоторые проблемы есть. Все. Крышечку сняли. Здесь вот аккуратно уплотнитель камеры. Не профукаем. Кладем все это в сторону. Так. Смотрите, сейчас я покажу вам максимально близко. Вот. Вот у нас две точки тест-поинт. Раз, тест-поинт два. Как я понял, пункция там сейчас покажу. Вот один контакт. Вот второй контакт. Так, тест-поинт найден. Теперь нам нужно отключить батарею. Мы ее отключаем. Вот этот разъем батареечки. И теперь, насколько я понял, можно сначала подключить кабель USB, а потом замкнуть тест-поинты. Давайте пробуем. Параллельно откроем сейчас окошко с диспетчера, чтобы сразу видеть. Так, пробуем замыкать наш тест-поинт. Чик. Ничего не происходит. Абсолютно ничего не происходит. Так, пробуем замкнуть и подключить. Оп, получилось. Все-таки у меня получилось сначала замкнуть, а потом уже вставить USB. Ну вот, в общем, видно, да? Qualcomm и час USB Loader. Замечательно. Так. Во-первых, можно шить архив с расширением TGZ. Я его обычно распаковываю. Принимает он вот такой вот вид. Это неважно. Главное указать к нему путь. Сворачиваем. Запускаем Mi Flash. Так, выбираем файл прошивки. Компьютер. Вот он, собственно. Rolex называется. Прикольно. Images. Раз. Так, здесь делаем refresh. У нас определяется компорт. Ну, то есть, все нормально. Можно шить. Так, можно шить. Жмем. Вот здесь вот. Кнопочку Flash. Пошла прошивка. Ждем. Прошивка у нас будет идти там сколько-то времени. Пусть 5-7 минут. После того, как она закончится, мы должны увидеть надпись о том, что она завершена. Ну, а пока пауза. Ну, что ж, друзья. Все. Прошивка завершилась. Заняло все это дело 369 секунд. Здесь надпись Flash Done. И результат Success. Теперь мы можем совершенно со спокойной душой взять наш смартфончик в руки. Закрыть программу. Отсоединить кабель. Подключить, собственно, нашу батарею. Батарею подключаем. Все. Проверяем надежность. Ну, и включаем наш аппарат. Давайте. Пробуем. Оп. Пошла загрузка. Вроде бы, да. Ну, что ждем, пока загрузится. Процесс не самый быстрый. Минут 7-8 должно еще пройти, как обычно. Появилась надпись Android, что свидетельствует о том, что загрузка идет успешно. Смартфон наш загружается. Ждем дальше. Ну, что, друзья. Появилось окошко первого запуска MIUI. В общем-то, все тут в порядке. Это говорит нам о том, что мы удачно прошились. Ну, вот, наконец-то аппарат прогрузился. И мы видим нашу замечательную, я надеюсь, глобальную. Ну, судя по тому, что перевод присутствует полный. Прошивку. Смотрим. О телефоне. Да, все в порядке. Прошивочка у нас 8.1.4.0. Глобальная, стабильная. На русском полностью, собственно, языке. Все у нас и шторка переведенная, и виджеты. Ну, все, как обычно, с глобалкой. Здесь русские буквы есть. К сожалению, нет русских букв у нас в поиске по контактам. Но это беда всех глобалок от Xiaomi, не только этой. Ну, что, друзья. Вот такой вот способ. Не скажу, что он очень простой, но страшного ничего я в нем не вижу. Бояться, в общем-то, ничего не надо. Получилось у меня. Получится и у вас. Следуйте инструкциям, и будет вам счастье. Осталось аппарат только собрать в обратном порядке. В общем-то, ничего в этом страшного я не вижу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Всем огромной удачи в прошивке. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова